Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Для Александра Усика это был первый бой за титул чемпиона мира И в случае победы он тоже, как и его друг, переписывал историю бокса Помощь Василия не понадобилась После финального гонга поляк Гловацкий выглядел грустным на глазах у своих соотечественников На завоевание чемпионского пояса в Крузервейте Усику понадобилось меньше боев, чем кому-либо другому до него И сделал Александр это уверенно, не оставив ни у кого сомнений в том, кто лучший в данной весовой категории Ломаченко и Усик стали чемпионами мира и рекордсменами На каждый свой следующий поединок они выходят фаворитами Но статус настоящих звезд эти боксеры все равно имеют преимущественно в Украине Новый вызов – завоевать признание публики во всем мире В профи-боксе это сделать куда сложнее, чем выиграть титул Я вообще считаю себя не фаворитом, а андердогом То есть я прихожу когда в зал, я тренируюсь так, как будто у меня нет никаких поясов, никаких медалей Самый серьезный противник для меня – это я сам Когда я бегу на гору и мне хочется пройтись, и никто этого не увидит Но я не останавливаюсь, потому что я знаю, что внутри себя я потом себя сожру за это Популярность подразумевает собой, когда тебе не дают прохода Когда ты заходишь в магазин, и ты не сам туда заходишь, а с охраной, чтобы тебе просто дали спокойно скупиться Такой популярности у меня бешеной нету Я думаю, это пока Я хочу признание Мне обидно, например, что там кто-то может быть популярнее меня в моем виде спорта Который ни на одну ступень ниже по мастерству, чем я Поэтому я хочу признание того, что я являюсь лучшим в своем деле Сейчас мне эту короночку выдам Нет, я не получил Ломус Одно слово – два человека Когда-то они были звездами одной команды Сейчас у каждого свой, отдельный, но тоже звездный путь Черт! Вот здесь Два-два В смысле два-два А, ну как, правильно, был один-один Один-б и один-б, правильно? И один, Ахтон Николаевич Ты за кого судишь? Ахтон Николаевич Ну, это вы одну подачу подали, я вам отвечаю, а вот вы ударю Черт! Три-три, было три-два Хорошо Не, простите, три-два был переход, ваша польза И вы только одну подачу подали, это такое затяжное было из ног Они стояли, базарили больше чем И вы думаете, что в это время играли, когда стояли разговаривали? Три-три, хорошо Осенью прошлого года Усик стал чемпионом мира И уже через месяц после этого он начал подготовку к первой защите титула Это был дебют Александра на профессиональном ринге Америки И финальный этап подготовки он провел в Калифорнии Рядом с Василием Ломаченко и его отцом, который тренировал обоих друзей еще в любителях Теперь они оба чемпионы в профи Но в отличие от Ломаченко, о бусике в Америке еще не знают Четыре-три Он сам это сделал, я ничего не делал Реально Чем? Да В точечку? Стих 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 Свой первый бой на заокеанском ринге Усик начал для себя традиционно – с разведки. Попадай, попадай, расслабь, вместе встань. Ты что? Ты встаешь прямой? Расслабься, расслабься, вместе. Да, 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 вот. Я сразу не начинаю, то есть мне нужно присмотреться, привыкнуть, да. И людишки так, фу-фу, так начали подфукивать. Я думаю, ого, это не Украина, там, где парень тебя там с первого раунда поддерживает. Тут надо показывать себя, потому что ты здесь чужой. В шестом раунде элитный тренер Фредди Роуч и вице-президент HBO Питер Нельсон оживились. Наконец-то чемпион продемонстрировал свой удар. Не то, что пропускал, а иногда вот такой бой, ну, бокс открытый был с моей стороны. Целенаправленно, чтобы как-то вызвать его на то, что хе-хе, давай позабавимся, тут же другая публика, она любит это, давай. Но особо он этого не делал. Понимаете, я контратакующий боксер, да? А в этом бою я стал атакующим боксером. В углу Усика привычно работал Джеймс Али Башир. Тогда еще никто не знал, что это их последний совместный поединок. Американский дебют получался немного смазанным. Что публике до того, что соперник крайне неудобный? Чемпион должен побеждать убедительнее, да и пропускал Усик чаще, чем обычно. Да, там пару плюшек прилетело. Ну, естественно, что это не очень мне понравилось. Не то, что не очень, а мне это не понравилось, потому что пренебрегая защитой, это очень плохо. То есть это не мой бокс. Второй раз на коленом Чуну опустился в девятом раунде. Что развязка близка, понимал и Ломаченко, и менее искушенные зрители. Она наступила через полминуты. Прямо снизу сбоку, Даня. Прямо снизу сбоку-то. Да, да. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Тогда его фамилию впервые за несколько дней произнесли правильно. Так, как привыкли слышать на родине. Страна, вы не спали! После боя в этой раздевалке было так же многолюдно, как и часом ранее. Уставший победитель принимал поздравления, а Толик снова улыбался. Крестный дал ему примерить чемпионский пояс. Ломаченко джуниор уверенно чувствовал себя в такой компании. И вообще не смущался телекамер. Он спрашивает меня, почему его никто не снимает, почему у него никто не берет интервью. Я ему объясняю, почему. Что для этого нужно сделать, чтобы у тебя брали интервью. В то же время я ограждаю его от этой популярности. Если вы посмотрите мою страницу в Инстаграме, я не выкладываю с ним ни одной фотографии. Ни со своей семьей, ни со своей женой, с дочкой, с сыном. Я этого не делаю. Почему? Я не хочу объяснять. Но я этого не делаю. И я считаю, что всему свое время. И он, наверное, должен сделать все сам. Руку вперед, банально. Финальную стадию подготовки к боям Василий проводит в Америке. Всегда с отцом. Но иногда бывает, что Ломаченко прилетает в Калифорнию всем семейством. В этом случае подготовка проходит и приятно, и сложно. Трудно сосредоточиться на тренировках. Пакетка! Пакетка! Пакетка. Давай, процеживайся. Пап! Когда семья, то здесь, ну, вы можете представить, маленькие дети, мама, сестра, супруга. Ну, и у каждого там какой-то, может быть, вопрос возникнуть. Плюс дети всегда там, ты отдыхаешь. Пошли поиграем, пошли поиграем. А я им раз сказал, что ты не можешь, потому что, ну, у меня тренировка вечером второй раз. Ну, они не понимают это. Для них это сложно. Когда их нет, то ты скучаешь очень сильно за ними. Ну, а здесь, ну, пускай это будет затратно физически, но зато эмоционально это удовлетворяет тебя. Если у тебя есть любая свободная минута или время, будь с ними. Смотри, как они растут. Наблюдай за ними. Читай их, чтобы потом в дальнейшем общайся с ними. Не нужно на них кричать, не нужно их бить. Это важно. Все дети балуются. Они будут баловаться. Это круг, по которому мы все идем. И просто наблюдают то, что они делают. Александр – отец многодетный. У них с Екатериной дочь и два сына. Лизе этой зимой исполнится восемь. Непоседливая и озорная, что и отец в ее годы. Миши нет и трех. Он в семье Усиков самый младший. Кириллу четыре. Он еще застенчивый, где-то даже робкий мамин и папин сын. Это украинские Карпаты. Здесь Усик готовится к своему каждому бою. Тренировочный лагерь. А они все вместе. Редкие кадры. Как и Ломаченко, семью на сборы Александр берет нечасто. Не видеться с родными месяцами – это неизбежная плата за спортивные успехи. А когда родных нет рядом, он и сам куражится, словно большой ребенок. Будучи в Монако на жеребьевке всемирной боксерской суперсерии, Усик посетил знакомый пляж на берегу Средиземного моря. Вот этот пирс. Усик записал видеообращение к Ломаченко. Василию этот пирс тоже знаком. В 2012-м после Олимпиады в Лондоне в Монако прилетели боксеры золотой украинской команды. Они отдыхали в этом же месте и сигали воду именно с этого пирса. Купались, загорали, делились планами на будущее. О переходе в профи. Мечтали о том, чтобы вместе выступить в одном профессиональном вечере. Но не как соперники, а как участники разных боев. Я сомневаюсь, что такое было вообще в спорте боксерском, профессиональном. Чтобы там три олимпийца выступали в одной карте с медалями. Ну там два золотых и один бронзовый. И мы сидели на кухне у Василия там в субботу, я не помню, барбекю, там общались. И мы говорили, что помните, мы когда были на Олимпийских играх, мы общались об этом. То, что вот прикольно было бы боксировать там где-нибудь в Америке в одном шоу. То есть, да, круто. Это событие, которое спустя там 10, 15, 20 лет, когда мы будем встречаться вместе, мы будем вспоминать это событие. Это событие отложилось у всех в памяти. Так случается. Мечтаешь, мечтаешь об этом. Так случается. Весной этого года в Америке состоялось уникальное событие. Промоутерская компания «Топ Рэнк» и телеканал «Эйч Био» совместно организовали по сути сугубо украинский вечер бокса. В трех главных боях дрались соотечественники, друзья и некогда члены одной золотой олимпийской команды. Это Александр Усик, Александр Гвоздик и Василий Ломаченко. Один из этого трио является реальным претендентом на титул. Двое других уже чемпионы мира. Последний раз в одной раздевалке они готовились к боям четыре года назад в составе команды «Украинские атаманы». И вот их мечта сбылась, они снова вместе. Но это уже не одна команда, у каждого свой собственный путь, своя уже исключительно личная карьера. Теперь у них разные тренеры и программа подготовки, свои цели и свои сложности. Друг поддержит и пожелает удачи, но как боксеры они каждый отвечают лишь сам за себя. Бой Ломаченко закроет вечер. А первым из тройки украинцев в ринг выйдет Усик. Спустя четыре месяца он снова дерется в США. Тогда зал встретил Александра лишь с легким любопытством. Как будет теперь? На самом деле зал был очень забит, но действительно очень много соотечественников было. Очень много. Я прям, мне кажется, вот все, кто против нас выходили, что в какой-то момент они ловили. Вообще мы в Америке вообще или где? Дамы Газберай, Дусимбрухпо, Украина, Александр, Александрович, Усик! Соперником Усика был бывший спарринг-партнер Владимира Кличко, американец Майкл Хантер. Непобедимые боксеры не стали долго присматриваться друг к другу, и удары полетели в обе стороны. Есть дворовой азарт, мне бы даже казалось, такой больноватый дворовой азарт. Когда мне прилетает, я прям сцеплю зубы, что я могу пропустить капу и думаю, ха-ха-ха, ища! И вот я хочу именно вступить в эту рубку, прям там подраться, но потом я понимаю, что, эй, парень, это не твоя стихия, давай лучше боксируй. Это мой бокс, который я боксирую в ринге. Кому-то что-то не нравится, пускай они смотрят. Можете говорить об этом, ну, осуждаете, ну, ничего страшного. Но это мой бокс, тот, который я люблю, тот, который я делаю. Можно было просто не наносить такое большое количество ударов выборочно, просто бить более акцентированными. Ну, вот такое было большое желание прям забить. В этом своем желании Усик рисковал нарваться на ответ. Но он не из тех боксеров, для которых и один приличный удар в челюсть может оказаться фатальным. Не боится пропустить, запросто идет в жесткие размены. По характеру он скорее не прилежный спортсмен, а уличный боец, независимый и по-хорошему дерзкий. В каких-то моментах я чересчур сильно хотел выиграть, наверное, досрочно. И можно было чуть остановиться и подумать, ну, не то, что остановиться, а просто более расчетливо, когда я уже там его зацепил, то есть он там уже плавал, видно было. Я не знаю, почему рефери так отнесся к своему соотечественнику, отсчитав ему стоячий нокдаун, какого не делается. Совместными усилиями рефери и Хантер не позволили Усику одержать досрочную победу. Чемпион убедительно выиграл по очкам. Поцеловал Кирилла и Лизу. Имена детей набиты на бицепсах и отправился общаться с мамой. Нормально все. Ну, не один раз головой бил меня. А ты смотрела? Уже дрались Ломаченко и американец Джейсон Соса. Усик спокойно смотрел на экран. Он был уверен в победе друга. Начало этого поединка было очень похоже на предыдущий бой Василия с Николасом Уолтерсом. Полное доминирование украинца. В него невозможно попасть, а он засыпает соперника ударами. Соса и Уолтерс – экс-чемпионы мира. Эксперты были поражены тем, насколько беспомощно выглядят эти элитные бойцы на фоне Ломаченко. Василий покорил специалистов. Но чтобы пленить публику, может быть, недостаточно даже такого уникального бокса. Она хочет брутальных нокаутов и обожает тех, кто побеждает эффектно и быстро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я боксер сорта такого, что я долго мариную свое мясо. Я долго мариную то, что я должен съесть. Получается так, что когда дело доходит до того, когда я могу продемонстрировать весь свой навык, они соскакивают, они отказываются от поединка. Отказываются от поединка по простой причине, что они не готовы идти так далеко. Они не готовы идти длинную дистанцию. А я наоборот, я готов идти длинную дистанцию. И самое интересное, что может быть в боксе, это смотреть на то, как опустится занавес в последних раундах. Эти бои – наслаждение для специалистов. Публика ждала своего зрелища, но никто не упал. И Волтерс, и Соса отказались выходить на очередной раунд. Оба знали, это бессмысленно, но еще не понимали, почему так произошло. В тот вечер выиграли все трое украинцев. Возле раздевалки Ломаченко уже ожидал посол Украины в Америке. Здорово! Поздравляю! Поздравляю! Просто отлично! Жестный котик! А вскоре к числу поздравляющих присоединился и украинский президент. Я как бы самый последний в раздевалку пришел, я там шарился где-то, я не знаю, я просто заблудился. Потом мы пришли, там был посол, да, Украина в Америке. Доброе утро у вас, да? Большое количество людей, и Александр Красюгов, типа, подожди, иди сюда, президент на связи. Спасибо, это для страны было, спасибо. Подключил? Спасибо, так будет ближайшие 5-7 лет. Я, если честно, вообще думал, ну типа, что вы мелите вообще, это же прикалываетесь, 7 утра, а что вы вообще мочите? Здрасте, доброе утро. А потом, ну, фух, смотрю, там Вася разговаривает, так серьезно, Саня, так, ну, думаю, может они вообще меня всей толпой хотят разыграть. Спасибо большое. А мы тут, мы когда выходили, я думал, что ни одного американца в зале нет, а потом оказалось, что их чуть-чуть было. Спасибо большое. Служим народу Украины. В Украине журналисты прозвали Александра Кот, но такое сравнение ему не понравилось. Усик большой во всех смыслах боксер, да и нрав у него куражистый. Такому нужно что-то одновременно и солидное, и провоцирующее. Мы с Илью разговаривали, что-то общались, общались, он говорит, что у тебя нет прозвища, какое у тебя прозвище? И я просто, ну, так на морозе говорю, мистер президент, и ушел. А мы играли там в баскетбол. Он промониторил там список боксеров, типа, были ли такие прозвища, все это. Он сказал, что он не нашел, ну, такого не было. Я говорю, ну, значит, будет. Но это было так, в шутку, как бы сказано, в шутливой форме, как бы. И я просто решил себе сделать такую капу, вот, черную капу, и розовую написал, мистер президент. В отличие от друга, Ломаченко получил свое второе боксерское имя еще до перехода в профи. Хайтек. Этим прозвищем Василий обязан журналистам. Впервые так его назвали в 2008-м, после победы в Пекине, где Ломаченко выиграл и золото, и звание самого техничного боксера Олимпийских игр. С английского хайтек – это высокие технологии, самые элитные, современные, передовые. Но сегодня, после каждого боя, Василию дают новые прозвища. У меня очень много ников появилось в Штатах. Лома, Матрикс, Хайтек. Сейчас я читал в интернете, уже новмасс называют. Изначально я в профессиональный бокс пришел как хайтек. И на шортах у меня всегда написано хайтек, и сейчас у меня написано хайтек. Но когда прозвали «Матрица», мне тоже это очень сильно понравилось. Прозвища «Хайтек», наверное, больше мне по душе, потому что там это мое. «Матрица» – это из боя Ломаченко против Джейсона Сосы. Ярко-зеленые цвета, собственный портрет на спине, чем не Нео из голливудского блокбастера о супергерое. До этого были сине-желтый, бело-синий, белый, черный, черный с блестками. Ломаченко сам решает, каким будет цвет его формы и что на ней будет набито. И никогда в этом не повторяется. На бой против Мигеля Марьяга Василий и его команда вышли в цветах родного города-чемпиона – Белгород-Днестровского, который Ломаченко предпочитает называть по-старинному – «Аккерман». Это была ассоциация флага с моим городом. Там герб был на шортах. У нас флаг города – это желто-красный, как испанский флаг, с зеленым виноградом. Я сказал цвета человеку, который занимается разработкой этого дизайна. И говорю, что я хотел бы, чтобы там присутствовала матрица какая-то. Я не знаю, как вы это сделаете, но я хотел бы, чтобы это было так. Ну, он изобразил это в виде огня, молнии и матрицы была графика. Третий поединок подряд, как под копирку. С самого начала боя Ломаченко демонстрировал свое тотальное превосходство. И в конце концов, колумбиец Мигель Марьяга отказался продолжить поединок. Создалось впечатление, что эти семь раундов Василий просто игрался со своим соперником. А между делом дважды послал его в нокдаун и поработал на зрителей. До нокдауна, когда я показал ему руками об голову, то это он мне показывал, ну давай, давай, давай. А я ему и показал, так что давай, ты сидишь в блоке, не боксируешь, ну вот якобы, что давать тебе? Ты сидишь в блоке и ничего не делаешь. Что ты хочешь, чтобы я тебе дал? И когда я сделал нокдаун, он встал и улыбался, якобы там нокдауна не было. Я говорю, не было нокдауна, хорошо, давай иди сюда. Ну и встал в ринг уже, встал в угол ринга, чтобы не я уже за ним бегал, охотился равно, а ну он что-то попробовал предложить мне. С каждым боем Ломаченко все чаще откровенно работает на публику. Иногда его трюки настолько выразительны, что это выглядит неуважением и даже издевательством по отношению к сопернику. Многим такое поведение Василия не нравится. Мол, даже если ты на две головы сильнее, не нужно это подчеркивать еще и таким способом. Я не делаю это просто так на публику. Если мы берем соц и моменты, которые я сделал Терри Адора, то видно было, что он очень часто шел головой и атаковал головой. Ну я просто из этого выкрутил веселый какой-то трюк, который прошел. И который крутили очень часто, показывали там в социальных сетях. В интернете очень популярны как избранные эпизоды от Ломаченко, так и полные записи его поединков. Мартинес, Уолтерс, Соса. Теперь вот и Марьяга. Эти бои – золотая коллекция от хай-тека. Время – золотая коллекция от хай-тека. В интернете вот для таких ребят усик популярен не меньше, чем Ломаченко. В интернете вот для таких ребят усик популярен не меньше, чем Ломаченко. А пообщаться вживую – это предел мечтаний. Будет с тобой твои родные, Леня, мама, папа, сестра, брат, верные друзья. Вот они будут с тобой быть, и этого достаточно. Фанатов интересует не только то, как он в очередной раз победил, а и то, почему он именно такой халат надел, и как выглядит на трибунах его супруга. Но популярность всегда имеет обратную сторону. Она проявляется в виде абсолютно необоснованной критики. Вчера вот в розовом одеянии своем на тренировке прыгал, и там кто-то написал, типа, ой, в таких штанах, не таких, еще что-то. Это так всегда будет. Ну, как бы человек, который добился успеха, есть зависть. Кто-то любит, кто-то не любит, кто-то обзывает, кто-то, наоборот, защищает. Это неизбежно. Я думаю, что просто не надо принимать это все так на личный счет. И, ой, меня не любят 10 тысяч людей, как же мне печально. Меня любят только 9. Да благодари Всевышнего, что тебя любит один человек. Так это будет. Кому-то что-то не нравится, кому-то не нравится моя щель между зубами, кому-то не нравится то, что я стригусь коротко, а потом у меня волосы. Как будто не нравятся татуировки, там, еще что-то. Кому-то не нравится то, что я хожу в розовых шортах. Ну, ребят, это не мои проблемы, это ваши проблемы. Если я хочу большие бои, то я для этого тоже должен что-то делать. А что-то это популяризировать себя, заставлять людей говорить о себе. Я предложил 500 тысяч тому, кто меня побьет из трех действующих чемпионов мира в моей весовой категории. Я конкретно сказал, я предлагаю, я даю 500 тысяч тому, кто имеет титул. Это Коралис, Берчель и Джарвонто Дэвис. Давным-давно профессиональный бокс превратился в бизнес, что мне очень сильно не нравится. Потому что для меня бокс, он с детства. Вообще для меня бокс – это соревнование. Я вообще люблю по жизни соревноваться. И для меня выявление лучшего из лучших – это, наверное, цель в боксе. Я действительно живу моментом, когда я могу объединить все пояса и действительно стать абсолютным чемпионом мира. Этим летом у Александра Усика появился абсолютный шанс стать абсолютным чемпионом мира. Он стал участником нового турнира под названием «Всемирная боксерская суперсерия». Это самое статусное соревнование за всю историю первого тяжелого веса. Победитель турнира получит пояса чемпиона мира всех версий. Крайне внушительный гонорар и специальный приз – кубок Мохаммеда Али. Я очень обрадовался, что это кубок, ну, трофей Мохаммеда Али. Это вообще, я не знаю, это какое-то как знак для меня. Драться в турнире будут исключительно сильнейшие представители категории. Всего их восемь – это четыре действующих чемпиона мира и четыре элитных боксера, отобранные по рейтингу. Это действительно революционная затея. Только лучшие. Проходных боев между этими бойцами точно не будет. Это реально такая компашка достаточно таких мощных ребят, которые обладали поясами. Регламент прост. Четвертьфиналы, полуфиналы и решающий бой, который пройдет в мае следующего года. Жеребьевка состоялась в Монако. Ее предваряли непременные атрибуты мегасобытия. Съемки промо, фотосессия, появление участников в элегантных костюмах на красной дорожке. Букмейкеры уже начали принимать ставки на победителя. Их очевидный фаворит – Александр Усик. Это крутейший проект. Парень будет иметь четыре пояса. И кубок величайшего Мухаммеда Али. И я думаю, что это будет известность на весь мир. Как таковой жеребьевки не было. Вместо нее – интрига. Чемпионы мира сами выбирали себе соперников. Экс-чемпион мира Марко Хук из Германии. Усик назвал самое громкое имя. Но какая разница, с кем начинать? Он ведь рассчитывает не на один бой, а на три. Мне нужно очень много сделать работы, чтобы достичь этого большого результата. А турнир все нормально. Турнир до финала пройдет. Чуечка. В период подготовки к стартовому бою суперсерии Усик повесил в тренировочном зале плакат своего кумира. К бою с Хуком он готовился ежедневно, смотря в глаза Мухаммеду Али. Этот боксер – кумир и Василий Ломаченко. Они оба носят майки с фамилией или фото величайшего человека в их деле. Али – лучший из лучших во все времена. Тот, на которого они равняются. Они друзья. И у них не разные, а параллельные дороги. Своя личная профессиональная карьера. Свой собственный путь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова